Не от поезда, от человечества, Незаметно отстал, ишь, как мечется, И себя, и этот мир кляня, Человек, похожий на меня. В его стихах отражается общее и частное, Целая эпоха и биография типично героическая, Самобытность красоты Урала И знакомый пейзаж за окном, История родных мест И бытовые разговоры байки, Творчество Николая Ивановича Годины, Классика уральской поэзии, От советских времен до наших дней. Здравствуйте, это программа про чтение, Программа о книгах, которые читают нас. Если говорить официальное сухо, Николай Иванович Година – поэт, Публицист, писатель, Автор более 20 книг, Заслуженный работник культуры. Его стихи переведены на иностранные языки. А если отбросить официоз? Сколько бы фраз и слов мы не тратили на описание, Лучший ответ в его книгах. Деревенское детство, Среди вишневых зарослей и колких колохи, Места Гоголевские, Хутор Шамайкова, А рядом Диканька, Сорочинцы, Миргород, География детства И сразу литературными тропинками классика. Затем семья Николая Ивановича Годины Переезжает на Урал, В село Чудиново. Именно здесь поэт напишет Своё первое стихотворение «Ёлка». Напишет и уже не сможет остановиться. Басни, рассказы, пьесы. По одной из них с друзьями Ещё школьникам поставит спектакль. А на вырученные деньги Поведёт всех одноклассников в кино. На фильм Чапаев. После семилетки горный техникум И распределение в Каракумы. Начальником смены на рудниках. Песок и сера. Подчинённые бывшие уголовники. Коллеги-алкоголики, Балансирующие на грани безумия. Не выдержав, Николай Иванович Година Уходит добровольцем. И более четырёх лет Служит на военных кораблях Балтийского флота. Параллельно службе Николай Иванович посещает Литературное объединение При газете «Кронштадтская правда» И публикует свои стихи. После демобилизации Возвращается в МИАС. Здесь 13 лет работает эскалаторщиком. Грузит известняк в Думкары, А по дороге на работу и с работы Сочиняет на ходу стихи. В 1967 году Выходит книга «Белая-синяя», Которая вбирает в себя Все события и переживания тех лет. О чём эта книга? Ну, по-видимому, о любви, О природе, Ну, о жизни. В общем, о том, Чем, собственно, я живу. В 1968 году Николай Иванович Година Становится лауреатом Областной премии «Орлёнок», Вторым после уральского поэта Бориса Ручьёва. В это же время Знакомится с Виктором Астафьевым, Дружеские отношения С которым не угасали никогда. А годы катятся, Годы бегут. Николай Година вроде бы И не старится, Не поддаётся тяжести лет. Характер его по-прежнему Общителен, Слово светлое, Перемены жизни он как бы И не замечает, Но боль за Россию И Украину родимую Кого не коснётся. 70-е годы Николая Ивановича Годину Принимают в Союз писателей СССР. В 1987 году Поэт становится руководителем Областной писательской организации. В 1996-м Президент присваивает ему звание Заслуженный работник культуры России. В конце 90-х Годину приглашают На Международный конгресс Поэтов Санкт-Петербург. Вместе с Ахмадулиной, Горбовским, Кушнером, Николай Иванович Читает там свои стихи. Очень хороши все приметы И подробности Уральских городов И уральской природы. Это очень важно, Когда поэтический мир Закреплён за какой-то Определённой местностью, А не парит В нежилом пространстве. Кроме литературной деятельности, Николай Иванович На протяжении 40 лет Руководит Литературным объединением И именит в МИАСе, А также литературной секцией При областном центре Народного творчества В Челябинске. Он становится наставником Для многих начинающих поэтов. Я говорю, У Пушкина Учиться нечему. Потому что Мы не можем У Пушкина Научиться Какому-то ремеслу И всё. Но это святое. Ну, знаете, По Библии Жить невозможно. Потому что Это что-то святое. Поэтому я говорю, У Пушкина нет. А вот у Явтушенко У Вознесенского У них учиться И можно, И нужно. Творческое наследие Николая Ивановича Годины значительное. Начиная с 60-х И по сей день Он пишет, Регулярно выпускает Авторские книги. Поэзия, Сборники, Дерево любви, Неожиданность души, Будни, осени, Наберестяная грамота. Проза, Причём здесь шуточки По системе лодера. И это только малая часть. Стихи Николая Ивановича Годины просты и понятны, Но именно в этом Их глубина и важность. Его поэзия, Как течение уральских рек. Остроту каменных порогов Сменяет широта и раздолье. Но вода течёт, Несмотря на все препятствия, Перемены местности и времени. Особое место В творчестве Николая Ивановича Занимает тема природы. Тема классическая Для поэзии любых времён, Но в советские годы Вставшая особняком. Для Николая Ивановича Годины Это важная категория творчества. У меня часто Деревья Одушевлённые И там Со своим лицом, Со своим характером. И я как из-за людей Понимаю, Поскольку я Не хочу Разговаривать Напрямую с людьми. Поэзия и прямые Цилки к традициям Мажинистов И в то же время Узор индивидуального стиля поэта, Сквозь который Угадываются черты, Присущие только Уральской природе. На мне Отдыхает природа, А я Отдыхаю На ней. Лежу Среди разного рода Растений, Букашек, Камней, Крутое Оплечье Увала, Бугор Будто верит На пух, Сквозняк Шалопутно И вяло Гоняет Рассеянный Пух, Деревья Расставлены Редко, Под колосом Выгнут Ржаник, И зов Первобытного Предка Сквозь память В сознание Проник Каждый этап Творчества В круге Классических тем Любви, Человеческих Отношений, Поэтического Призвания, Труда Труда Не по требованиям Соцреализма, Но во всех Красках Его тяжести И красоты, Простоты И воспитательной силы Я делаю Все штрихом Одной строчкой Могу задеть И достаточно То есть У меня Практически Нет Нравочительных Стихов Нет Риторических Стихов В то же время Поэзия Николая Годины Это отклик На происходящее Перемены эпохи Течения времени Сломают перекройки Привычного На первый план Выходит актуальность Как элемент Поэтического мира Вот мы с дружком Из всех дружков Однажды Вознеслись В натуре Расправив Крылья пиджаков На гибель Овощной культуре Да Путь От крыши До земли Был важен Дело Не в приколе Жаль До себя Не доросли Ни патиссоны Ни браколи Стихи Николая Ивановича Годины Как нервные окончания Реагируют На любое Прикосновение Времени Результат Такого подхода Структурные И жанровые Перекройки поэзии Я себе еще Жестки поставил Рамки Я сейчас пишу В основном 12-строчные стихи Надо умудриться В 12 строк Вложиться Так, чтобы Это было Кому-то Тоже интересно Заинтересовать Юдивить Читателей Николай Иванович Година умеет Например, в 70-е Он внезапно Начинает писать верлибры Стихи, свободные От рифм И слогового метра Он буквально Возрождает Модернистскую Поэтическую форму Такие эксперименты Для уральской поэзии В те времена Стали необычными Появлением Один плюс один Равняется трём Никакая высшая Математика Не в состоянии Подтвердить это Но у тебя на руках Сладко посапывает Тот, который Упорно настаивает Что один плюс один Равняется трём Понимали такие Творческие эксперименты Далеко не все Кто хвалил А кто осуждал Какое-то время Стихи Годины В этой форме запрещали Однако под знаком Верлибра Начался и получил Развитие Зрелый этап Поэзии Николая Ивановича И как не пытались Несогласные Задвинуть стихи наоборот Сборник Берестяная грамота Всё-таки вышел в печать Вектор эксперимента И дальше направлял поэта От свободных стихов К прозаическим миниатюрам Короткие и ёмкие Мини-новеллы Николая Годины Это произведения На границе Прозы и поэзии Выстраиваются они По принципу Парадокса Припожаловал Как-то на известную Киностудию Американский продюсер У мраборной доски Почёта Гусь долго со скорбью Вглядывался в фотографии Обрамлённый Тёмным деревом Потом снял шапку И низко поклонился Я понимаю Жертвы Чернобыля Нет, что вы Оживился за директорской спиной Профсоюзник И с гордостью По слогам добавил Передовики Что значит Передовики Ну, скажем Те коллеги Которые хорошо работают Так мало Простодушно удивился Экскурсант Авторский стиль И в стихах И в прозе Основан на богатстве Местного диалекта Красоте и ёмкости Простых обиходных слов Николай Иванович Година Собирает их вместе И получается колоритное Истинно уральское звучание Слова такие Оттопыр Ну, это понятно Что вот Ухо оттопырилось Или что-то Оно Для поэзии Не идёт У меня В стихах Я их ставлю Значит Ну, стараюсь к месту Что было Именно таким языком Говорит читателем Лирический герой Година Это простой человек Из народа Трудолюбивый Работящий Отзывчивый И вдумчивый Иногда ироничный Иногда мечтательный Верность труду Как умственному Так и физическому Эстетическое восприятие Окружающего мира Гражданская позиция И неравнодушие Такой сплав Черт и качеств Составляет портрет Лирического героя В большинстве случаев Это альтер-эго Николая Ивановича Такой приём Используется не случайно Доверительность читателям Становится крепче Вот такая ответственность Лежит на мне Чтобы прочитав Человек Мои стихи Не сделался хуже Не сделался Не стал меньше Любить свою страну Там или Природу И что А пусть он не вырос В культурном отношении Даже не на миллиметр Но не деградировал На миллиметр Это уже хорошо Вот собственно Задача моя Это стихи Со своим голосом Это стихи Со своим звучанием Это мастерские И Узнаваемые стихи Вот Ну тут На первый взгляд Ножницы Противоречия Но на самом деле Мне кажется Все очень просто Разрешается Талант А Николай Иванович Это несомненный И Просто Большущий талант Он вроде бы И крутится По той же орбите Что и остальная Литература Но Он всегда В одиночестве Година писать Не перестает и сегодня А еще на собственные деньги Издает сборники Ведь местная поэзия Не бизнес-стратегия Прибыли не принесет Ее назначение в другом Отражает тот мир Который каждый день Мы видим за окном Открывая сборники Николая Ивановича Погружаешься В свой привычный быт Но его поэзия Помогает сделать это По-иному Через простоту И красоту Поэтических образов Ведь иногда Жизнь рифмует события так Будто это строки Стихотворения Это была программа Прочтение Ее ведущая Наталья Голубева До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин